Уважаемые участники Первого съезда Общества русской словесности, я всех вас сердечно приветствую. Сразу хотел бы отметить, что хотя, как мы знаем из отечественной истории, общества любителей русской словесности создавались и ранее, столь представительное собрание, посвященное вопросам русского языка и русской литературы, проводится впервые. В 1811 году в России были созданы сразу два общества, объединившие людей, которым были небезразличны судьбы отечественной словесности. Одно из них – Литературно-научное общество любителей российской словесности. При Московском университете оно просуществовало до 1930 года. А вот другое – беседы любителей русского слова, которое объединяло санкт-петербургских литераторов, к сожалению, распалось уже в 1816 году после кончины ее основателя Гавриила Державина. Общество любителей российской словесности при Московском университете, в котором входили помимо ученых и литераторов, государственные и общественные деятели, выдающиеся сыны нашего Отечества, трудилось на благо народа своего, страны своей, без малого 120 лет. За это время обществу было опубликовано множество выдающихся художественных и фольклорных произведений, научных трудов и словарей. Благодаря его активной деятельности преподавание филологических дисциплин в России достигло небывалого рассвета, а вопросы русского языка и литературы всегда были в центре общественного внимания и общественного обсуждения. В 1992 году по инициативе академика Дмитрия Сергеевича Лихачева Общество любителей российской словесности было возрождено. Но через несколько лет после кончины самого академика и энергичного секретаря общества Раисы Николаевны Клеймёновой оно, увы, практически прекратило свою деятельность. И вот теперь мы все, кому не безразличные судьбы российской культуры, объединились ради сохранения нашего национального достояния русского языка и великой русской культуры. Главной целью новообразованного общества русской словесности, как и прежде, является изучение и популяризация русской литературы и русского языка ТК, а также повышение роли филологических дисциплин в образовательном и воспитательных процессах на всех уровнях отечественной школы, от начальной до высшей. Мы, представители старшего поколения, с благодарностью вспоминаем наших школьных учителей, глубоко признательны им за профессионализм, за высокое качество преподавания, которое они являли. Конечно, система образования в Советском Союзе была во многом идеологизирована, но в том-то и заключается сила и величие русской литературы, что она способна вложить в сердца ее читающих свет истины, добра и любви, преодолевая любые особенности исторического контекста, включая идеологические шоры, железные занавесы и различного рода другие вредные внешние обстоятельства. Великая русская классическая литература, так промыслительно пришедшая в свой самый могучий возраст к началу XX века, века трагического, взяла на себя еще одну важную миссию. Дело непосильное в то время, ни для какой другой гуманитарной сферы. Она исполнена предназначение сохранить для потомков не только русскую культуру, но и нашу национальную историю. Наконец, русская литература, пусть противоречива, но неуклонна и мужественна, всегда вела своего читателя к познанию высших духовных, нравственных ценностей, к познанию высшего смысла жизни, к познанию Бога. Вспоминаются в связи с этим замечательные и точные слова Дмитрия Сергеевича Лихачева о роли и значении литературы и филологии вообще. Позволю процитировать себе эти слова. Литература – это не только искусство слова, это искусство преодоления слова. Понимание текста есть понимание всей стоящей за текстом жизни своей эпохи. Поэтому филология – связь всех связей. Она лежит в основе не только науки, но и всей человеческой культуры. Знание и творчество оформляются через слово, и через преодоление косности слова рождается культура. Конец цитаты. Не случайно, быть может, не вполне сознавание-то рационально, но живо ощущая все это сердцем, для многих людей среднего и старшего поколения любыми любимыми преподавателями в школе были именно учителя словесности. Но сегодня эти же словесники, наши современники, и молодые учителя, и подокоги солидного возраста отчаянно бьют на бак, отчетливее других видя и осознавая опасность ситуации, сложившейся в нынешнем филологическом образовании. Собственно говоря, основные тревожные сигналы идут от школы. В последние годы ко мне неоднократно обращались преподаватели и родители, сетуя на все усиливающиеся и весьма тревожные тенденции в преподавании литературы и русского языка в современной школе. Я бы хотел поделиться с вами своим видением главных причин неблагополучного состояния в филологическом сегменте образования и вузовского, и школьного, насколько я способен это сделать. Мнение, что молодежь в наши дни мало читает, стало для многих уже прописной истиной. Но данный факт, к счастью, весьма спорный. Во-первых, далеко не все молодые люди читают мало, а во-вторых, неразрешимой эта проблема не является. Помню, как в 50-е и 60-е годы беспокоились о том, что экранизация литературных произведений приведет к тому, что подростки перестанут читать. Так же, как сейчас говорят, что компьютеры, адаптированные книги вовсе отучат молодежь от чтения классики. Безусловно, это может случиться, если учитель не привьет вкуса к литературе и к чтению. Вот почему в наше, это компьютеризированное время, особенно важна роль наставника, человека, передающего знания от сердца к сердцу, от разума к разуму. Потому что в этой коммуникации присутствует не только рациональное начало, присутствует духовное начало, эмоциональное начало. И я думаю, каждый, кто здесь присутствует, практически, наверное, все обучались и в высшей школе тоже, забыли содержание лекций отдельных профессоров. И когда говорят, у нас был прекрасный профессор, меньше всего думают о содержании этих лекций, они живут воспоминаниями о самом факте встречи с этим человеком. И вот это воспоминание не только на рациональном уровне. Поэтому роль педагога невозможно переоценить. Он не просто передает информацию, как это делает компьютер, он ведь преломляет сказанное через самого себя. И он часть своей души, своего разума передает тем, кто его слушает. И если это искренний человек, если это подвижник своего дела, то ничто не может сравниться по силе убеждения, воздействия на аудиторию, как слова подлинного мастера своего дела, педагога. Вот здесь, на мой взгляд, как раз и кроется корень проблемы. Конечно, на круг уровень и качество чтения подрастающего, формирующегося человека влияет современный ритм жизни, приобщение к интернет-культуре, о чем только что сказали, новации электронного века. Но главная проблема заключается, как мне думается, в том, что школа, общество и государство в конце концов не всегда с должным усердием и ответственностью заботятся о том, чтобы привить молодым людям вкус к учтению, научить их понимать и любить литературу, извлекать из прочитанного важнейшие для жизни уроки. Это сложная проблема, но вполне решаемая. И для этого нужно особое внимание обратить на подготовку педагогического состава гуманитария. Нельзя, чтобы на педагогические институты поступали по остаточному признаку. Не поступил в элитные университеты. Ну, куда идти? Педагогические. Педагогические вузы должны стать интеллектуальными, культурными центрами нашей страны. А престиж педагога должен быть сравнен с престижем ученых, космонавтов, спортсменов и так далее. Вот в таком случае способные люди пойдут в педагогические вузы. И именно они сформируют новое поколение. Даже в том случае, если не все будет благополучно с программами, с методичками и так далее. Потому что талантливый педагог может передавать мощный эмоциональный, духовный, интеллектуальный сигнал поверх бюрократической документации. Поверь мне, я знаю об этом не понаслышке. Тем не менее, я думаю, нам полезно задуматься и о школьных и вузовских программах, столь дискутируемых сегодня, в том числе о таких принципах, как вариативность. Я думаю, что мы на эту тему еще поговорим. Но, предвкушая всякую дискуссию, хотел бы сказать свое мнение. Неудачно бояться слова вариативность. Некоторые шарахаются прямо как от пугала какого-то. Ведь вопрос из чего выбирать. если мы будем выбирать из двух произведений Достоевского, ничего не потеряем. Если мы сможем сказать автору, ты знаешь, можешь допустим у этого автора замечательного, признаваемого великим писателем, взять это произведение или другое твое дело. Но, если будет противопоставлен великий классик, писателю, чьего творчество не вызывает общего восторга и преклонения, а личность уважения, вот это уже не вариативность. К этому понятию нужно применить несколько иной термин. Поэтому не следует бояться вариативности. Нужно говорить о интеллектуальном, духовном и культурном наполнении программ школьного обучения. И вот важно, конечно, чтобы за умными привлекательными формулировками, такими как модульное обучение, тематический принцип, еще раз скажу, варьируемое содержание, усиление субъективности преподавания, то есть это когда, видимо, большую часть вопросов решает сам преподаватель, возможность учителя формировать свою програду с адаптацией к ее специфике, к специфике школы, класса, региона, важно, чтобы вот за всеми этими терминами, понятиями стояли выверенные и опробированные временем педагогические методики, а не скрывалась, как это иногда бывает, педагогическая беспомощность, по сути, ненужные и сомнительные эксперименты, вкусовщина, беспокойное стремление к реформам, а часто непрофессионализм, в конце концепции. Еще раз хочу сказать, не в терминах дела, как что называется, дело в содержании, дело в хорошей голове и добром сердце. Вот тогда у нас будет абсолютный общенациональный консенсус по всем самым сложным вопросам, включая и вопросы, которые мы сейчас рассматриваем. Конечно, школьная программа в целом перегружена, а ребенок не всегда с нею спешно справляется. Вспоминаю свои учебные годы, я еще работал к тому же, бедненькая семья была, я был вынужден работать, учиться. У меня не было ни минуты свободного времени, ни в трамвае, ни в автобусе, постоянно с книгой, я знаю, что такое перегруженность, но благодарю своих педагогов, замечательных педагогов, которые, несмотря на эту перегруженность, вооружили меня знаниями и в том числе любовью к литературе, научили писать сочинения. Все это возможно, но попытаться облегчить учебу детей за счет предоставления возможности изъятия изучения признанных во всем мире великих произведений художественной словесности, конечно, недопустимо. Готовясь к нынешнему выступлению, я постарался вникнуть в основные дискуссионные вопросы, касающиеся преподавания словесности в школе, и есть проблемы, которые хотелось бы предложить для нашего совместного обсуждения. Некоторые эксперты утверждают, что русская классическая литература, язык, герои, ценностные парадигмы непонятны современным школьникам, а потому почти бесполезны в сфере обучения. Другое дело, по их мнению, литература новейшего времени, которая рассказывает о привычных реалиях, качествах, нужных для успешной жизни. Простите за слово, это не я написал, тренды и прочее. Тренд иностранное слово, тенденция тоже иностранная, но тут латинская. Почему латинское слово тенденция заменили английским словом тренд? Объясните мне, образованные люди. И щелкают этими словами тренд, тренд, это что, показатель образованности, что ли? Для меня это очень плохой признак. Вот почему я не стал вычеркивать из этого текста слово тренд, желая выразить свое мнение по поводу использования часто совершенно нелогичного, неоправданного использования иностранных английских слов в нашем современном русском языке. Ну, бог с ним, с трендом. Безусловно, лучшие произведения литературы рубежа 20-21 веков должны изучаться в школе, но вводить их в программу нужно без поспешности, помня о мировоззренческой функции литературы, которая может пробудить чувства добрые, по словам Александра Сергеевича Пушкина, а может пропагандировать как в аллегорической, так и в эксплицитной форме, разрушительной для детей образа идеи. Необходимо найти разумный баланс между базовой, обязательной и вариативной частями произведений, предлагаемых для классного и внеклассного чтения. Принципиально важной представляется необходимость ответственного обсуждения и принятия так называемого золотого канона. Мы его можем как угодно называть золотой канон, национальный канон, канон русской словесности, но должен быть набор текстов, которые в обязательном порядке следует изучать в средней школе. Без этого мы просто не будем способны сформировать у детей целостное восприятие русской литературы, а значит и русской культуры. И думаю, что не надо бояться, что в такой ситуации учителя лишают выбора. Выбор есть всегда. Трудиться добросовестно или спустя рукава, искренне любить детей свою профессию или относиться к ней безразлично, но самое главное, это тот выбор, о котором я сказал ранее. Педагог может выбрать из двух лучших самое, с его точки зрения лучшее, но выбор не может быть между лучшим и посредственным, как бы обязательным для всех в силу уникального вклада произведения в русскую мировую культуру или чисто концептуального текста, интересного в данный момент, но смысл которого, идеи которого, влияние которого проходит сразу вместе с исчезновением исторического контекста. Вот привязанность гуманитарного образования исключительно к контексту эпохи это неправильный метод. несомненно образование должно актуализировать в том числе и идеи исходящие из культуры из традиции без этого культуры и традиции умирают но при всем этом контекст не может в полной мере абсолютно управлять учебным процессом потому что то что особенно в нашем быстро текущее время то что важно сегодня нам будет не очень важно завтра ведь как мы болели проблемами 90-х годов я помню что в этом зале творилось я на какой-то партийной сходке здесь выступал господи боже мой такая была битва между правыми и левыми где эти битвы где эти люди все ушло а Пушкин ты не ушел так вот я думаю что необходимо найти также разумный баланс между базовой обязательной и вариативной частями списка произведений предлагаемых для классного и внеклассного чтения принципиально важной представляется необходимость сохранения как я уже сказал вот этого некоего канона и полагаю что вот на этом мы должны будем сосредоточиться что это за канон что это за книги как в рамках этого канона может вариативность действовать очевидно что одной из причин падения интересов русской словесности и в целом неудовлетворительного знания молодым поколениям стали в том числе непрекращающиеся на протяжении нескольких лет реформ и образования я не хочу критиковать ни какие-то конкретные учреждения ни людей ни саму идею реформы но профессионалы высказали уже много различного рода замечаний наверное будут и далее критиковать некоторые аспекты этой реформы без реформ тоже нельзя нельзя стоять на одном месте мир развивается школа развивается страна наша развивается я вот 24 числа в день Кирилла и Мефодия сидел на Красной площади на концерте а со мной девочка сидела смотрю очень хорошо поет чистым голосочком очень четко я с ней разговаривался девочка в пятом классе учится смотрел на нее и глазам не верил передо мной сидел взрослый человек раскрепощенный умный знающий я вспоминаю себя в пятом классе я бы не только с патриархом я бы не знаю с директором школы сидел побоялся бы слово сказать это уже другое поколение и если мы скажем что школа 50-х 60-х для нас должна быть непререкаемым золотым каноном мы погубим и школу и канон и все остальное при этом уверен неправильно было бы рассматривать реформы образования как я уже сейчас сказал исключительно только с критической точки зрения в результате длительных реформ которые затронули все сферы ступени образования пришлось радикально снизить и минимальный порог ЭГЭ прикасаемся сейчас к этой тоже непростой темы относительно единого государственного экзамена высказал вот свое мнение я его уже неоднократно в разных аудиториях высказывал поэтому считаю важным и сейчас озвучить не претендуя конечно ни на какие особые положительные оценки каждый пускай воспринимает мои слова как он желает но мне кажется что неверным подходом стал бы полный отказ от ЕГЭ я с ЕГЭ познакомился лет 30 с небольшим в Финляндии я имел отношение к этой стране управлял нашими приходами будучи ректором духовной академии в Санкт-Петербурге и вот приехал в страну и какой-то весенний день и смотрю так много молодежи белая шапочка ходит я спросил а что это такое белые шапочки а это социальный статус как социальный статус это те кто сдал государственный экзамен за среднюю школу а что дает этот статус звание студента они что уже поступили в университеты нет и многие не поступят но они уже студенты у них есть свой статус государством признанный а как это осуществляется они мне рассказали о системе ЕГЭ я подумал что это хорошая вещь когда есть какая-то объективная оценка знаний учащихся но думаю что в этой хорошей идее есть нечто на что нужно непременно обратить внимание чтобы скорректировать ее в лучшую сторону потому что наличное состояние ЕГЭ уж большие слишком нарекания вызывает и у родителей и у детей и у педагогов вот первое нарекание это вы хорошо знаете лучше меня это формат тестовая система ответа есть предметы знания по которым невозможно оценить в тестовой манере вот сдавать на права правила уличного движения можно в тестовой манере и то в некоторых странах отказались предлагают рассмотрение каких-то там теперь на компьютерах ситуации кнопочки нажимать а раньше просто крестик я сдавал в свое время в Швейцарии вот так крестик и ставишь и все и люди поняли что это не совсем правильно но ведь и здесь нужно понять что только вот крестик и там и нолики и все прочее это недостаточно по целому ряду предметов и поэтому мне кажется что во-первых введение сочинения это уже очень большой шаг вперед но важно чтобы к этому ЭГ который не был бы тотальной единственной методикой определения знаний был добавлен несомненно устный компонент личность это раскрывается когда беседует девчонка это раскрылась когда она со мной беседовать стала а подсунь ей какой-нибудь шаблончик неизвестно что она там поставила какие крестики и нолики поэтому глубоко убежден это конечно потребует может быть каких-то изменений организационных но устный компонент в сдаче государственного экзамена так будем его называть это очень важный момент по целому ряду предметов ну и конечно в первую очередь касается русского языка и литературы невозможно все богатство нашей словесности загнать в тексты краткие ответы на вопросы недавно на награждение лауреатов патриаршей литературной премии я уже вспоминал слова Юрия Михайловича Лотмана с которыми я имел радость личного знакомства общения не могу сказать чтобы мы были друзьями но были такими взаимозаинтересованными собеседниками знал его его супругу и очень многое получил общаясь с этим человеком так вот вот он говорил о том что вечные идеи ценности неизменно облачаются в одежду времени и читателю нужно лишь правильно распознать эти мысли так вот сегодня хотелось бы мне привести также другое замечательное высказывание этого выдающегося филолога он говорил так рассуждая о таких категориях как культура информация что культура это вовсе не склад информации культура это гибкий и сложно организованный механизм познания и невозможно представить литературу в виде совокупности данных о писателях их произведениях и главных героях прочитывание литературного произведения это всегда размышления глубокая внутренняя работа ума сердца увидеть оценить которые нельзя но по правильно поставленной галочке но скажу еще что-то не случайно в 50-е и 60-е годы некоторые высказывались критически по поводу экранизации классических произведений что происходит с человеком когда он читает литературное произведение и чем талантливее автор тем то о чем я сейчас скажу сильнее действует на человека каждый читающий художественную литературу создает в своем сознании художественный образ и чем сильнее писатель тем ярче образ в нашем сознании я живу не теми образами которые я увидел в фильмах по романам Достоевского и Толстого у меня сложились свои образы даже свои интерьеры комнат как я представляю себе одежду по тому что было написано в этих текстах как выглядели герои другими словами каждый из нас читая художественный текст становится соавтором он для самого себя мы уже сегодня говорили об актуализации так вот он для самого себя персонально актуализирует содержание художественного произведения и вот это подменить невозможно ни кино хотя там хотя там наблюдать мастерство режиссера и актеров не театром хотя там тоже важно видеть красоту всего того что создает режиссер актер потому что в чтении ты сам режиссер ты сам художник ты сам постановщик именно в этой части усвоения художественного текста я думаю и содержится его неприходящее значение для формирования личности для формирования культуры человека чрезвычайно важной темой которая также нуждается в нашем совместном обсуждении является вопрос подготовки будущих учителей я уже об этом сказал и не буду на этом останавливаться скажу только то что русская словесность это без преувеличения один из столпов нашего нашей национальной жизни важнейшее основание цивилизации русского мира я бы сказал культурный столб государственной жизни поэтому будущее русского языка и литературы должно быть предметом обсуждения не только профессионалов но и всего российского общества это сегодня стратегическая задача которую необходимо решать со всей ответственностью плодородная нива русской словесности не должна быть ареной для идеологических битв для логирования чьих-то интересов нецелесообразных экспериментов нужно очистить эту площадку от междоусобной брани которая досталась нам в наследство от 90-х годов плодотворные мы должны в полной мере осознать осознать то что за последние годы десятилетия были конечно допущены ошибки перекосы но ведь не бывает ошибок жизни без ошибок и без перекосов очень опасно когда ошибка не замечается или когда она в силу политических факторов человеческих факторов замалчивается и входит и в плоть и в кровь народной жизни вот тогда эта ошибка уже становится историческим преступлением я думаю я думаю что все мы призваны сегодня не только общество народ наш в первую очередь конечно правительство ведомство соответствующее педагогическое сообщество писательский церк читатели все мы должны сегодня осознать что находимся все вместе в очень важной точке нашего духовного культурного развития и от того каким будет это развитие зависит не в малой мере будет и то что произойдет с нашей школой с литературой нашей с нашим писательским цехом и с нашими читателями благодарю вас за внимание АПЛОДИСМЕНТЫ